Ощущение очень ограничивает. Она добрый, открытый, искренний человек, но очень избирательный в общении. И когда я предложила ей дать информацию в интернете, потому что, говорит, моя самая, в интернете столько много хороших людей, которые нуждаются в вашей помощи, она, конечно, сомневалась очень долго. Говорит, ну, только через пресс-секретаря. Ну, я обрадовалась, говорю, пресс-секретарь, вот он, я. Я, вот, я, как бы, справлюсь с этой задачей, достаточно постараюсь, по крайней мере, достаточно успешно справиться и представлю вас во всем, так сказать, во всей красе. Вот, и поэтому я уже год подаю информацию в интернете. Уже достаточно много людей прошло и первичную диагностику, и даже приезжали к маме самому врачей, никого она приглашала. Дело в том, что здесь ситуация такая. Мы не продаем ее, что называется, вот прям приезжайте, приезжайте, приезжайте. Она не всех берет. И об этом я, что называется, расскажу позже. А теперь сейчас посмотрим, что же за дар у такой удивительной женщины. И спланируем весь ход встречи. Значит, в конце нашей сегодняшней встречи вас ждет подарок. Это картины Маринько Луковой. Мария Санна, я покажу картины. И групповой лечебный сеанс в записи. Значит, на картинах она изображает потоки целительной энергии в ясном виде. То есть меня всегда интересовало, а как же оно там видится-то, эти потоки-то. Вот, потому что когда, например, я принимаю сеанс биокоррекции на Несанне, у меня каждый раз разные картинки. То есть, представляете, человек закрыл глаза и что-то видит. Я сначала пугалась, мне кажется, Макс или это. Ах, нють, сказала Мария Александровна. Это как раз поток энергии. И, к счастью, ты уже начинаешь их видеть. Так. Сталкивались ли вы? Таня, это вам непосредственно к доктору, потому что сталкиваться-то... Все сталкивались и не раз. Так. Отлично. Так, теперь, дорогие друзья, давайте я вам представлюсь и поподробнее узнаю о вас. Поподробнее узнаю о вас, потому что, зная аудиторию, я наиболее полно смогу раскрыть те факты, которые именно из жизни Марии Александровны, которые максимально помогут людям прояснить для себя ситуацию об этом уникальном целителе. Значит, я Молина Ирина Валентиновна, пресс-секретаря целительной логонии Марии Александровны. Я практикующий психолог, публицист, продюсер. Я эти все специальности приобрела уже после того, как я вышла на пенсию. За плечами у меня порядка 40, ну, поменьше, порядка 35 лет педагогической деятельности во всех сферах учебных заведений, ну, кроме детского сада. Вот, и, соответственно, я надеюсь, что вам со мной будет интересно и познавательно, и радостно. Мы поднимаем очень серьезную тему здоровья, лечения уникальными способностями, уникального целителя Лукойной Марии Александровны. И вся моя ироничность, которая будет звучать, это не что иное, как просто-напросто тот метод, который поднимает ваше эмоциональное настроение, для того, чтобы вы могли эту информацию просто, что называется, услышать, переварить, что называется, и в некоторых местах я буду предупреждать, что лабонервных можно бросим удалиться. Друзья, значит, моя ироничность не характеризует меня, как человека несерьезного. Я очень серьезный человек. Что называется, я суперсерьезный человек, я преподаватель технической механики и математики в прошлом. После этого я еще преподавала психологию и куча всего другого. При всем при том, решая такую серьезную проблему, углубляться в патетику, углубляться в какие-то, так сказать, как бы я бы сказала, спокулятивные, знаете, эмоциональные качели, я бы не хотела. То есть даже самые серьезные проблемы Марина Александровна решает для здоровья человека с улыбкой и, так сказать, с добрым сердцем и с очень замечательным посылом. Ну, собственно, я это и поддерживаю. Итак, поехали. Напишите, пожалуйста, дорогие друзья, в каких вы городах живете и ваш возраст. Будьте добры. В каких городах живете и ваш возраст. Флаги я вижу, я вижу флаги России, Украины, Белоруссии, так, Литва, по-моему, Казахстан. Это я все вижу. Даже Штаты есть, так. Значит, у вас с утра ранее. Так, кто-то у нас из Кангинавских стран. Так, Казань, так, Новокузнецк, отлично. Так, господа, я все читаю. Я вижу, что у нас аудитория 40+. 40+, вот еще возрастные категории, будьте добры, поставьте, пожалуйста, возраст Киев, вижу, Ульяновск, вижу. Так, все, вижу. Спасибо большое за обратную связь. И следующий вопрос. Бывают ли у вас проблемы с самочувствием? И какие? Так. Спасибо за обратную связь, познакомились. Мне 57 лет. Я живу в городе Ярославль. Город Ярославль – это жемчужина Золотого Кольца России. Приглашаю. У нас очень много храмов. И если, вот, для паломничества, летом у нас очень много гостей в Ярославле. И для паломничества по святым местам, ребят, замечательный город. Можно даже на три дня приехать и успеть очень много. Так, судорогенок Варикос. Ирочка, спасибо. Что еще? Постехандроз, давление. Так, надеюсь, что я возраст 62, я поняла. Так, ага. Так, еще какие проблемки со здоровьем? Будьте добры. Так. Так, не держай. Ага, текают ноги. Дорогие друзья, значит, кроме вашего флага и вашего имени, с которым вы зашли в эту комнату, мы о вас ничего не знаем. Собственно, мы публичные люди, а вы здесь инкогнито. Поэтому будьте добры, максимально искренне. Потому что мы сейчас сделаем еще небольшой и коучинг групповой. То есть для вас будет полезно, кроме того, еще почитать чат. Почитать чат. Угу. Вижу хроническую усталость. Отлично. Так, это не отлично, что хроническая усталость, а отлично, что вижу. Итак, дорогие друзья, давайте подумаем, а что вызывает эти проблемы? Что у вас вызывает эти проблемы? Чат конференции. Я надеюсь, Татьяна из Киева, вы видите здесь чат конференции и читаете непосредственно тоже. Так. Что вызвало эти проблемы, по вашему мнению? Так. Читовидка, суставы, камни в желчном. Так. Анечка, вы расширьте, пожалуйста, экран. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, кто еще не имеет возможности читать чат, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Вот кто не читает, там тот плюс. Так, нервы вызывают. Джамиля, молодец. Так. Так. Стресс. Стресс. Очень эмоционально. Так. Есть еще? Ну, вот, наверное, стресс будет рулить в вашей обратной связи. Нарушение питания, малоподвижный образ жизни. Так. Пообщалась и зацепила. Люди все вроде бы хорошие. Так. Стресс. Так, стресс. Ну, стресс рулить. Я так поняла, что стресс у нас, наверное, что называется, будет доминантной причиной всех проблем. Ну, а что уже пробовали для избавления от причин ваших проблем? И что вам помогло? Вот сейчас, уважаемые слушатели, вот сейчас, будьте добры, поделитесь своим бесценным опытом друг с другом. И я его озвучу для тех специально, кто не имеет возможности читать чат. Потому что как раз вот эта у нас кульминация группового, так сказать, взаимообмена бесценным опытом будет помогать в том числе и вам узнавать какие-то новые способы, которые вы на данный момент еще не знаете. Так. Малюс. Ну, грешные же, не всегда Бог слышит. Полин, это тоже мой любимый метод. Я люблю читать Акафисты. Я с этого начинала. Я с этого. Я подробнее расскажу позже, как вдруг меня, что называется, осенила эта необходимость. Так. Медитация. Отлично. Так. Йога. Отлично. Вот я к этому пришла и тоже с утра там делаю короткие упражнения по йоге. Да. Надо же растяжечку-то растянуться потихонечку. Так. Так. Нужен психолог. Джамиля. Психологов в интернете, в ассортименте. Я, кстати, в том числе. Так. Нормализовала питание, но вены беспокоят. Ирочка, вот. То есть питание. Голодание. Нина. Ну, вы молодец. Я вот не могу. Так. Ага. Ага. Таблетки. Ну, это, как правило. Так. Самый дежурный способ. Эзотерика. Подвижный образ жизни. Самовнушение. Ага. Так. У кого еще что? Друзья, спасибо вам за обратную связь, потому что кто сейчас присутствует у нас в комнате, тот наверняка видит, слышит и что-то уже себе записывает, потому что, ну, важная очень информация. Очень полезная уже прошла. Так. Так. Ну, что ж, я пойду дальше. План нашей встречи озвучим себе сегодня. Значит, каков? Каков же план встречи? Прежде всего, я озвучу, кому важно, именно важно, непосредственно знать о Марине Александровне. Так. Бесценный опыт. Мой и тех, кто с ней уже был знаком. Статистика и отзывы. Затем уникальное предложение, что называется, только сейчас, только для вас. И бонус сегодня – картины целительной энергии в ясном видении, плюс лечебный сеанс по восстановлению нервной системы в запись. Это непосредственно от Марине Александровне. Значит, сегодня вы увидите два видео. Непосредственно интервью Марине Александровне. Это мы записали примерно год назад или полгода назад. Год назад, год назад мы интервью записали. И запись без ножевых операций, которые были записаны давным-давно, когда была Марин Александровна еще, что называется, и очень красивая. Красивая. Так вот, будьте добры, сейчас вот повнимательнее. Если вам необходимо, первое, наладить хорошее самочувствие после стресса. Второе, изменить вашу работоспособность и жизненный тонус в плане поднятия работоспособности и жизненного тонуса. Третье, уточнить диагностику. Четвертое, восстановить нормальный режим сна. Пятый, повысить иммунитет. Шестое, развить уникальные способности. И седьмое, если вам необходимо узнавать о нарушениях работы организма еще до появления заболевания, при постоянной слабости, усталости, сомнливости, вот в этих случаях, будьте добры, вот поставьте, пожалуйста, в чате ту цифру, можно 3, 4, 5 цифр, какие из этих вопросов для вас на данный момент актуальны? Какие из этих вопросов на данный момент для вас актуальны? Для кого-то там первое, для кого-то первый, второй, третий, для кого-то, может, вообще только седьмое. Так, вот вы циферками, будьте добры. Так, один, ага. Угу. Угу. Так. Еще какие циферками, Надежда, будьте добры, циферками. Так. У Полины все семь. Ага, в ассортименте. Проблемы с кровообращением, наша проблема. Только, ребят, в начальных стадиях. Тромбофлибид, к сожалению, это уже нам не по зубам. Так. Отлично. Ну что ж, доминанты какой-то такой очень яркий. Ну, семерочка практически везде присутствует. Так, не везде. И шестерочка присутствует. Очень я рада за товарищей, которые хотят развить свои уникальные способности. Я попозже расскажу, что называется шикарный побочный эффект у Марии Александровны. Это развитие уникальных способностей ее пациентов. А я потом расскажу, каким образом это получается. Так. Ну, мой личный опыт. Ну, прежде всего. Значит, я, что называется, у нас сегодня, к счастью, время мерено. Ну, в смысле, мерено, но аж на 20 минут больше, чем обычно. Поэтому я начну с личного опыта, что называется, давным-давно, когда я еще была молодая, красивая, мне было 33 года, да. И моя подруга пригласила меня покреститься с ней за компанию, потому что ей предстояла онкологическая операция. Она как бы немножко говорит, слушай, боюсь, я боюсь этой екологии. Пойдем, значит, обратимся к Господу Богу. А мы были с ней заядлые, абсолютно заядлые материалисты. Она врач, я на тот момент была инженер. Так. И, соответственно, после крещения барышни, вот в субботу мы покрестились. Барышни там, по-моему, в четверг сделали операцию, мои подруги были очень близкие. И из удаленной ткани, когда взяли анализ, там не нашли онкологических клеток. То есть она сама врач. Она говорит, быть не может, что-то перепутали. Она там подняла волну, так сказать, возмущение. Говорит, ребят, я же видела эти анализы до того, да, там явно онкологические клетки. Анализы после того. Нет. Вот тут мы с ней, конечно, уверовали на 360 процентов и поняли, что есть сила, которая может исцелить человека в одночасье. И эта сила конкретно имеется, так сказать, при определенных обстоятельствах, в том числе и в православных храмах. Вот первый такой опыт целительский был у меня именно в храме и именно при ритуале крещения. Именно близкого человека, это что называется, не кто-то там третий рассказывал, это что называется своим вечным опытом, своими глазами видел. Далее. После этого у меня достаточно был такой суровый опыт общения с детьми в онкологическом диспансере, когда я сопровождала в онкологическом диспансере, опять же, батюшку, у нас в Ярославле и замечательный батюшка, который был в свое время похож во все реанимации онкологические диспансеры, именно для совершения православных треб. И вот когда мы с ним туда пошли, он, соответственно, мне строго-настрого мне показал, не дочитав до конца, то есть по дороге я как раз читала, Акафистер Святой Богородицы, вот не дочитав Акафистер, не заходи. Я дочитала, зашла, и в это самое время, вот у меня не было той слезливой жалости, войдя в детский онкологический диспансер, а там вообще картинка не для слабонервных, там вот дети с фистулами, вот эти вот лысенькие, с такими фактически с обезвоженными, бледными лицами, очень такие вот детки печальные. И не было слезливой жалости, а был просто интерес. Ребята, как вас сюда занесло? Как вас вообще, как вы сюда попали? Что с вами такое случилось по жизни, что вот вас угораздило? И естественно, после великой молитвы, после такого вот великого обращения к святой, опять же к великой святой, знаете, мысль в голову приходит вот прямо, что спрашиваешь, отвечает. Он говорит, отношения в семье. И я стала параллельно от батюшки исследовать отношения в семье как психолог. Приставала к каждой из мамочек, пока батюшка дело требует, и мягко так и спрашивала. И буквально через несколько вот уже времени я могла по полу ребенка определить, какая конфликтная ситуация в семье, между кем, между свекровью снохой, между там тещей с зятем, буквально по полу ребенка. И когда я попыталась кого-то спросить, а вот не думаете ли вы там, что возможно вот такие-то причины, она мне сказала, а вы в это верите? Я говорю, нет, я в это не верю. В таблицу умножения никто не верит, это знают или нет. Ну и на что был ответ? Ну тогда вы и сами это и расскажите. То есть вы понимаете, человек не берет ответственности за ту беду, которая с ним случается. Он не хочет этого делать, все время кто-то виноват. Вот опять же у меня здесь выяснилась такая четкая закономерность. Если человек берет ответственность за то, что с ним происходит на себя, он всегда находит способы и исцеления, и исправить ту ситуацию, которая с ним случилась. Вот это такой второй жесткий достаточно, я бы сказала, бесценный опыт в моей жизни, потому что я тоже тогда почувствовала себя в очень сильной стрессовой ситуации. Третье, что я еще хочу из личного бесценного опыта вам рассказать. Где-то в возрасте там 15-16 лет по телевидению, а это был Советский Союз, я увидела там есть программа, программа очевидная и невероятная. И вот на программе очевидная и невероятная, вел ее Академик Капица, показывали девочку. Девочка. Программа называлась «Видящая сквозь стены». Значит, и с девочкой проводили буквально исследование перед камерой. Девочке завязывали глаза, она там читала в темный пакет с завязанными глазами положенные там слова, буквы, угадывала фигуры. Ну и кульминации всех вот этих вот исследований и опытов на этой передаче было, значит, следующее. Ей подвинули платон под напряжением 380 вольт, значит, ставили электроды, и она должна была с завязанными глазами сзади электрические наконечники вынуть вот эти вот электроды из плато подключенного напряжения в 380 вольт. А девочка-то маленькая, худенькая, там, две косички. Я думаю, когда я поняла, что они вообще-то возможно и правда подключили 380 вольт, да, я была, честно говоря, немножко в панике, потому что я к тому времени уже знала, что 380 вольт для такой маленькой девочки это много не покажется, мало не покажется. Вот. Ну и девочка спокойно завязанными глазами вынимает эти диэлектроды и спокойненько уходит. Вот. И уже в возрасте порядка 50 лет я встретила с Мариной Александровной, я уже была ее пациентом, говорит, Марина Александровна, а вот про вас была передача? Она говорит, да. Вот тогда приезжали японские ученые изучать мой опыт, установили, изучать мой, соответственно, уникальный дар, потому что в Японии был с таким же уникальным даром священнослужитель Микао Суи, и, соответственно, вот последовательное его учение, те люди, кто, собственно, зафиксировал его как достаточно, его уникальность и с научной точки зрения приехали изучать и непосредственно способность Марина Александровна. Ну, тогда маленькой девочке Марины, вот они подтвердили, как бы с научной точки зрения и эффект, и реал, и ясное видение, и все вот эти вот хилерские уникальные способности. Так вот, у меня в жизни где-то к 50 годам сложилась ситуация, когда я, что называется, поняла по состоянию здоровья, что я доживаю. То есть я еще работала, я еще мужественно там паскала себя на работу, вела какие-то занятия, вот, но я поняла, что мое состояние здоровья было уже, вот, понимаете, хронической усталости, абсолютная какая-то вот, ну, паническая, я бы даже сказала, хроническая усталость, а дети маленькие, жить надо было долго. То есть, в принципе, установка такая была, дети маленькие, жить надо долго. И я стала вот судорожно искать, ну, и где, и как, и как мне себя вытащить из этой страшной ямы, когда из вот этого вот состояния доживаю, 50-то лет, как бы, еще жизнь-то только начинается, но тогда я этого не знала. И придя в один из наших соборов, я, что называется, крепко помолялся, там, до слез, ну, воззвала ко всем святым, которые там присутствовали на тот момент моей молитвы. Вот, а после молитвы, как раз, начинает, после хорошей молитвы начинаешь видеть иконы в 3D. И это ты понимаешь, что ты вошла в нужное состояние, и тебя святые слышат. Вот, вот, и когда я вызвала Креста и Богородица, ну, пошли же мне, дорогая моя, ненаглядная, какой-то вот шанс на спасение, выхода, буквально через 3 дня мне позвонила моя знакомая и предложила, а не хочешь ли там пройти консультацию хиллера? А я человек-то, что называется, в твердом моменте резвой памяти, ушам не поверила, и сказала, да быть не может, быть не может, и пошла исключительно из интереса, из любопытства. В результате, когда на диагностике мне сказали, что у вас 5 опухолей, и 2 из них под хорошим вопросом, то есть 3-то там видно, что доброкачественные, но они как бы, да, вот, кишечники мешают, поджелудочные мешают, а 2-то очень нехорошие, ну, не то, что очень нехорошие, но прям вот совсем, совсем нехорошие. Я, конечно, очень напугалась, не поверила, и буквально за 3-4 сеанса, тогда это было 4 сеанса, 4 сеанса, потому что у нас еще дистанционное лечение было, мне часть опухолей удалили, но одна не поддавалась нам долго, опухоль, мы ее удаляли, по-моему, за 3 контакта, за 3 сеанса контакта, причем через полгода это все сеансы были, ну, таки мы ее тоже удалили. Так вот, после этого я поняла, что такое лет 15, лет 15 с плеч долой, вот чисто по физическому состоянию, то есть любая, даже самая маленькая опухоль является таким источником поглощения нашей энергии жизненной, то есть вот синдром хронической усталости, это как раз есть тот, именно синдром, когда говорят, ребята, не все спокойно в датском королевстве, то есть где-то какая-то засада, которая уже, что называют, начинает пожрать вашу энергию, и начинает, соответственно, мешать вам жить, как физическому телу. Ну и вот я, собственно, моя мечта сбылась, я имею безопасную возможность точной и быстрой диагностики, ясным видением, вот этим уникальным даром Марине Александровне, я с ее помощью и уже самостоятельно научилась устранять последствия стрессов, и с ее помощью я избавляюсь от заболеваний в начальных стадиях. А вот хотели бы вы иметь такую безопасную возможность? Кто хотел бы, плюсики в чат, будьте добры. То есть я, собственно, узнаю, насколько вам необходима моя информация, и стоит ли вам, как бы, дальше рассказывать об этом или нет. Ага, Ага, поняла. Так, все, есть. Господа, даже если было бы там пара плюсиков, я бы продолжила, потому что на каждом вебинаре всегда есть, что называется, минимум там 3-4 человека, кому эта информация была нужна вчера, кому не только сегодня, не завтра, кому она нужна вчера. Вот Марина Александровна, Луконина, так она выглядит сейчас, сфотографировались мы с ней примерно год назад. Какие у нее уникальные способности? Ясное видение и эффект Кирлян. То есть два уникальных дара у одного человека. Помимо того, что она имеет эти уникальные дары, как таковые, она еще умеет ими распоряжаться, то есть и ясным видимым, и эффектом Кирлян, именно непосредственно с целью исцеления своих пациентов. То есть что это позволяет? Что эти дары позволяют ей делать? Излечение и массаж по методике Микао-Суи. Ну, кроме Микао-Суи это никто не мог делать. А вот потому, что ясного видения у человека не было, эффекта Кирлян в одном флаконе, а вот у Микао-Суи было. И то, и другое Мария Александровна также обладает этими двумя уникальными дарами. Бездножевые операции. Кроме того, Мария Александровна с удовольствием рисует потоки лечебной энергии Рейки виду в ясном видении. Вот как она транслирует больному, она увидела это, а потом взяла и зарисовала. Самое интересное, что при лечении пациенты тоже видят эти же потоки. И тоже, когда она говорит, рисую я, рисует пациент, сравниваем, картинки примерно одинаковые. Ну, вот на правом кадре нарисована рука целителя, как я говорю, в спокойном состоянии и в боевом. Вот красное, там где покраснее, там боевое состояние. То есть трансляция тепловой энергии через руки целителя. И обратите внимание на награды Марии Александровны. Вот две нижние награды, кто разбирается в наградах силовых структур. Вот эти вот две нижние, это как раз награды силовых структур. Это за работу с кадрами. Мария Александровна тот ангел-хранитель для ребят, которые работают в силовых структурах, которые помогают им пережить тяжелые ситуации. Так, вот три верхние это ордена. Вот это орден Цветового Георгия. Дальше они похожи. Один из орден Петра Великого, второй, по-моему, орден Павлова. Значит, предваряя ваше удивление, так не бывает. Не верю во веки веков. Это очень правильная реакция. Не удивляйтесь, потому что информация для тех, кто слышит первый раз, шокирующая. И где же ее прятали? Ну, ее на самом деле немножко прятали. Дальше. Я не верила в способности Марии Александровна достаточно долго. То есть, я видела, что, думаю, да, ну, как же она увидела, что у меня песок поджелудочный. Я бежала на УЗИ. На УЗИ мне говорили, да, у вас песок поджелудочный. Я говорю, Мария Александровна, что же делать мне с этим песком? Мария Александровна мне рассказывала, что делать. Говорит, ну, все, там у тебя уже чисто. Я опять жизнь верила, я бежала снова на УЗИ. Говорю, что там с поджелудочным? Что там в желудочном? Они говорят, чистый, все, без камня. И так, попроверяв года три, я поняла, что нет, что это я буду делать лишние телодвижения, когда все и так ясно? Ну, прежде всего, когда Мария Александровна диагностирует, вы уже почувствуете, что у вас есть какие-то несанкционированные шевеления в вашем организме. То есть, когда, например, она смотрит меня, то я говорю, ага, вот у меня там в кишечнике как в собственном кармане ковыряется. Вот. Например, когда она диагностирует и лечит, человек испытывает вот прилив тепла в те части тела, где, собственно, дефицит целительной энергии и чувствуется. Второй вопрос у кого? Второй вопрос, который возникает у слушателей, кто слышит первый раз. И почему именно я узнаю об этом? То есть, время пришло. И почему и мне это доступно, да, и за что? Другие друзья мои, у меня другого ответа нет, как то, что вы человек хороший, потому что, когда я, например, кому-то пыталась рассказать Марине Александровне, либо наоборот, там, видео показать, либо еще что-то, вы понимаете, был либо какой-то технический сбой, либо вот тому, кому не надо о ней слышать, он и не услышит. Либо будет технический сбой, либо его куда-то позовут, либо он там блок поставит, скажет, не верю во веки веков, вообще вы, так сказать, сомнительные люди. А у кого, кому это надо, и кто к этому готов, он откликнется, скажет, ну, ребята, это же мой единственный шанс, и как хорошо, что я сегодня вас увидела. Так вот, статистика. За год информации в интернете в среднем из тех, кто прошли предварительную диагностику и лечение, примерно 95% пациентов с начальными стадиями нарушений Марина Александровна восстановила нормальное кровообращение в органах при обращении по телефону. Примерно 95% пациентов восстановила нормальную работу нервной системы методом биокоррекции. Мы этот метод называем лечебный сон при обращении по телефону. И примерно 80% пациентам, приехавшим лично, убрала начальные стадии опухолей, восстановила нормальную работу лимфатической системы. И, господа, к сожалению, есть опоздавшие. Мне всегда очень трудно об этом говорить. И приезжали люди уже, которым и медицина отказалась, и Марина Александровна не смогла им окончательно помочь. Всегда об этом очень трудно говорить. Поэтому мы с Мариной Александровной поддерживаем друг с другом очень ироничные отношения. Знаете, когда я Марине Александровне говорю, Марина Александровна, вот смерть стучится в дверь к человеку, а вы, там стоите как на фейс-контроле. Нет, девушка, подождите, сначала я поработаю. Понимаете, это очень непросто, это очень серьезная ответственность, и это тяжело непосредственно самому целителю. Значит, и господа, если вы чувствуете, что эта информация не для вас, то я вас как бы прошу прямо сейчас закрыть наше выступление. Кому это важно, то я отмечаю, что диагностика целителя Марины Александровны Лукония самый легкий способ забавиться о здоровье. Для меня это стало одним из основных методов. И сейчас я вам покажу видео. Первое видео мы посмотрим интервью Марины Александровны, оно было записано примерно год назад, а потом я покажу безныжевые операции, ну, с комментариями, потому что вот в интервью звук хороший, а в безныжевых операциях там звук послабее. Поэтому, пожалуйста, внимательно, и если звук нормальный, то вы в этом случае просигнальте мне в чат там от одного до десяти цифрами. Итак, интервью Марины Александровны. Так, стоп, секунду, сейчас я его найду. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо, отлично, всё понятно, слышно. Итак, дорогие друзья, вы познакомились непосредственно со способностями Марины Александровны лечить. И вот там возникают непонятки, как это она это делает. Положила руку, достала опухоль, пролечила. Я вот тоже думаю, ну и как это? Я положу руку, и никто не выходит, никакая опухоль не выходит. Всё как было, так и остаётся. А вот в этом и есть уникальный делок на Марины Александровны именно достать опухоль. То есть вот все вот эти паразитарные клеточки именно при её массаже, так называемый пальцево-японский массаж, вот в следующем видео вы как раз увидите. Я просто его поясню, там звук очень тихий. Записывалась давно, Марина Александровна делала, собственно, безнеживую операцию в барышне и на груди, и на других органах. Там будет поясняться. На поджелудочной была сделана операция. На груди была измерна. Удалены лимфоузлы и на спине. Вот на спине, там буквально под её рукой, пока она делала пальцевый массаж спины, выделяя там лимфостаз. А лимфостаз выходит таким порошочком. Этот порошок, это вот не кожа, которая просто скатывается по... Это вот порошок, у меня тоже самый порошок был. Она говорит, ну вот хочешь отнеси в лабораторию, хочешь куда-то. Я говорю, ой, а я в целлофанчик положу. Она говорит, не надо, целлофанчик не клади, потому что он буквально через некоторое время у тебя превратится в жидкость. Я это экспериментировала, да, действительно, через некоторое время там просто образовалась жидкость. Вот, то есть лимфостаз лечится именно от следствия лимфостаза, вот такой порошочек. У меня много видео, которые, что мы совсем не делали слабомерных, поэтому я достала какое-то такое самое щадящее для уважаемой публики видео, да, скомпоновала его таким образом, чтобы, так сказать, у вас сегодня не было никаких стрессов, именно гонка бывает. Вот, и, господа, ни в коем случае не повторять, потому что, например, операции на груди, это как раз те операции, которые может делать только хиллер. Если вы не умеете видеть сквозь стены, если у вас в руках нет эффекта кирлян, что называется, даже и не думайте, даже и не трогайте, вы сможете так себе навредить, что потом, что называется, ой-ой, мало не покажется. Итак, следующее видео, это непосредственно без ножевых операций. Предупреждаю, звук будет слабый, очень слабый. И там Марина Александровна лет 20 назад точно. Хорошо. И, конечно, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова И. dryer totally благословavo uit. То, что ладно, Продолжение следует... 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 Все слышно хорошо, презентацию вернули. Так, посмотрели и интервью Марина Саны, и без ножевые операции. Значит, у барышни было сделано несколько операций, то есть я насчитала там поджелудочные, лимфоузлы, на груди по несколько опухолей, на груди операции болезненные, но все это терпимо, это без кальцбиля, это без наркоза, тем более там уже стадия 2-я была. Вот на спине там как раз она тоже латушкой выжигала, тоже собранную опухоль после японского массажа, пальцевого японского, как Марина сам называет, пальцевой японский массаж вышла, сгруппировались клеточки в одном месте, она их там оторвала и убрала. То есть вот похоже, что называется на фокус. Господа, это не фокус, это просто уникальная техника, такие люди рождаются, что называется, раз там в тысячелетии, мы обновим сами бабушка, родная бабушка обладала таким же даром, и прапрапрапрабабушка тоже самая, то есть там парадословно передалось. Так, ну дальше я поподробнее всё расскажу, что и как. Дальше вот отзывы, что возможно. Я как раз отобрала те отзывы, которые дают стабильные такие результаты, если Марина сам наберётся за их лечение. Так, вот один из первых пациентов, это Оля Козел из Праги, она буквально со второго, по-моему, или с третьего вебинара стала, так сказать, проситься, девочки, помогите, помогите, у меня проблема серьёзная. Она сама врач, и, ну, тут как бы анонс, через неделю я была на осмотре гинеколога, было проведено узи, мне сообщили, что кисты нет. Ну и вот отзыв, который написал Оля после того, как уже приехала в Прагу после лечения Марина самая. Хочу выразить огромное благодарность Марине Александровне Лукониной за лечение. Летом я ездила к ней на лечение, это было год назад, в Обниск по поводу удаления кисты. Я живу в Чехии. Проблема возникла, когда на УЗИ гинеколог сообщила мне диагноз кисты яичника. Я очень расстроилась. В то же время я увидела информацию на Александровне Лукониной. Я позвонила, и она сказала, что может мне помочь. И пригласила приехать на лечение. Принять решение было непросто, но я решила поехать. Во время лечения она посмотрела все органы, сказала все мои проблемы, с чем мы можем работать, с чем не можем. Это казалось невероятно, это просто чудеса. А завтра она провела осмотр, скорректировала, что было нужно, и я уехала. Через неделю я была на осмотре у гинеколога, было проведено УЗИ, мне сообщили, что кисты нет. Вот такая моя история. Слава Богу за все. Конечно же, ее способности и возможности невероятны для понимания. Но это так, это существует, это рядом с нами, и мы можем этим даром воспользоваться во благо. Огромная благодарность и низкий поклон вам, дорогая Марина Александровна, за все, что вы по мне сделали. Так, Улечка, надеюсь, что вы здоровы по-прежнему. Так, Анна Воронцова, Нижегородская область, тоже у девочки была серьезная проблема. И вот она такое вот зафастала, я за нее тоже очень переживала. Марина доставала опухоли отовсюду. Они выходили под кожу, а затем они просто исчезали. Со дня нашего первого разговора с Мариной Александровной не перестают благодарить Господа за то, что он послал мне этого человека, а с ней надежно на исцеление. Я сразу поднялась, а у этой женщины дар не от кого-то, а от Бога. Один раз нужно почувствовать, и уже никогда не перепутай, что хорошо, а что плохо. Проблем оказалось намного больше, чем я думала. Подтвердились мои неприятные опасения. Марина Александровна доставала опухоли отовсюду. Они выходили под кожу, а затем они просто исчезали. Уплотнение в животе десятилетней давности, название которого я даже не знала, просто ушло, и живот стал мягким. Нет слов. Назначили лечебный сон. Даже на расстоянии ощущения, будто бы Марина Александровна гладит своей невероятно теплой, заботливой рукой по голове, и ты погружаешься в крепкий, беззаботный сон. Я бесконечно благодарна вам, Марина, за то, что вы не жалея себя, помогаете людям, которые в этом так нуждаются. Спасибо вам долгих лет жизни. Храни вас Господь. Вот здесь она очень хорошо описала именно лечебный сон. Ты погружаешься в крепкий, беззаботный сон. Вот действительно, крепкий, беззаботный. Значит, перед тем, как мы предложим вам возможность лечения Маринсана, честно предупреждаю, не все, кто захочет воспользоваться нашим замечательным предложением, смогут это осуществить сразу же. Вот сразу не бывает, а? Не у всех получается сразу же. Перед консультацией пациента целитель определяет ясным видением по факту оформления заказа. Возможность лечения в данный момент. Пациент может быть просто не готов к этому. Даются рекомендации для подготовки. Маринсана это называет нестабильность эмоционально-энергетических структур. Я даю свои рекомендации. То есть она мне скажет, так, а этого в храм, так, а этому там акафист почитать. И я, собственно, передаю то, что я как передаточный механизм работаю, у меня это пациент и Маринсана. И когда пациент готов, тогда да, все, давай контакт, пусть оплачивает, тогда я возьму этого пациента уже на лечение. Значит, кроме того, есть лишь ожидания для новых пациентов. Люди, кто уже имеет контакт с Мариной Александром, они, соответственно, имеют возможность не обращаться непосредственно, так сказать, без его контроля, так сказать, все ли там дозвонились. Это уже постоянные пациенты. Они могут там приглашать своих родственников, они могут приглашать своих знакомых. И там у них уже непосредственно контакт с Мариной Александром. Единственное, что все новые пациенты, которые проходят через меня в этом случае, я их регистрирую. Если у вас потеряется телефон Марины Александром, либо Марина Александром поменяет свой номер, в этом случае вы всегда можете обратиться ко мне, я вас нахожу в усилии регистрации и, соответственно, восстанавливаю ваш контакт. Так, далее, что я еще вам могу сказать? Целитель может вам помочь, даже если вы не православный человек, даже если вы живете за океаном, даже если вы говорите с переводчиком, в этом случае подключаюсь я, и мы по скайпу общаемся, даже если вы говорите с сурдопереводчиком, в этом случае человек пишет мне, я, соответственно, транслирую Марину Александром. Целитель может вам помочь при личной встрече, убрать начальные стадии заболеваний биоэнергетическим массажем, методикой японского монаха Микао Суи, и без ножевой операции. Вот целитель не может вас научить энергетическому хилерству, если вы не умеете видеть сквозь стену, и если у вас нет в руках эффекта Кирлиан. Целитель не может делиться личным опытом работы, потому что у нее облегали способности. Я очень часто спрашиваю, Марина, ну как же вы это делаете, как вы вот это умеете? Она говорит, я не понимаю, почему другие это не умеют. То есть, что называется, делает, как дышит. Не будет лечить кого-то по вашему желанию. То есть у пациента обязательно должно быть, у самого желания быть исцеленным. То есть, а вот полечить у меня кого-то, это вот исключено. Не будет никому разглашать ваши заболевания без вашего согласия. То есть, дали отзыв письменный, это разглашается. Все остальное очень высокая, фактическая, очень высокая этика. Марина сам лечила достаточно высокопоставленность людей. Ну и кто готов узнать наше предложение, плюсики в чат. Работа. Так, будьте добры, кто готов узнать? Так, девочки, дайте, пожалуйста, ссылочку, потому что уже спрашивают, сколько стоит. Будьте добры, ссылочку. Ссылочку в чат непосредственно на продукт Марии Александровны. Ага, поняла. Так, ну, пока вы смотрите ссылку, я вам... Так, девочки, ссылку. Есть ссылка. Так. Так, это только у меня зависло. Так, техподдержка, не вижу ссылку в чате. Будьте добры, Леночка, будьте добры, ссылку в чат. Так. Значит, наше предложение. Помощь целителя. Предварительная диагностика. Проводится непосредственно перед лечебным сеансом по телефону. Выявляет нарушение работы органов на ранних стадиях. То есть перед тем, как провести индивидуальный лечебный сеанс биокоррекции, мы сами обязательно сделаем предварительную диагностику. Вот здесь будут вопросы. Здесь можете задать свой вопрос. А как у меня с этим органом? А как с этим? Значит, два-три вопроса. Подробная диагностика стоит дорого. А вот предварительная, она обязательная перед индивидуальным лечебным сеансом. То есть индивидуальный лечебный сеанс биокоррекции проводится по телефону, по звонку пациента-целителю. Разговор 3-5 минут. Сеанс транслируется на час. Марине Александровне важно знать, кому и когда транслировать энергию, и как человек воспринимает её энергию. Так вот, 3-5 минут ей достаточно для того, чтобы человека, соответственно, проинформировать и узнать обратную связь. Если у вас есть вопросы, вы можете, соответственно, продлить разговор. А ей достаточно, что называется, там, «Здравствуйте, здравствуйте, Яна, биокоррекцию от Елены Молиной». Всё без вопросов, люди добрые. Ложитесь, закрывайте глазки, что видите. Ну, и всех удивляет она, что я вижу. С закрытыми глазами ничего не вижу. И вот, знаете, как с задержкой времени, через некоторое время хлоп, а чёрное-то пятно стало какого-то цвета перед глазами. И оно может быть фигурное, цветовое пятно, а оно может быть просто цветовое пятно. Вот, кроме того, как чувствуете тепло, в каком органе чувствуете тепло. И когда я говорю, «Ой, Марина Александровна, мне туда-то там, мне там-то тепло», она говорит, «Ну вот энергия сама знает, куда идти, именно идёт в то место вашего тела, где сейчас дефицит, где она сейчас нужна». Ну, акция, какая акция? Это акция постоянная. У нас при оплате в течение суток, то есть при оплате в течение завтрашнего дня до 12 ночи, значит, 3 500 это всё стоит в рублях, российских рублях. Ну, и всем бонус, потому что все, кто проходит диагностику, Марина Александровна имеет возможность, что называется, пролонгированного лечения. Это альбом с картинами целителя, то есть альбомочек там из 12 картин, которые она говорит, ну вот такие, которые спокоят для стабилизации нервной системы и для восстановления, именно для самовосстановления организма. И видеозапись группового сеанса по восстановлению нервной системы. Ну, мы сегодня с вами уже определили, что все болезни от нервов, да, и вот именно противострессовая такая вот профилактика после сеанса Марина Александровна у вас уже будет на руках, что называется, на всю оставшуюся жизнь. Если кто-то потеряет, пожалуйста, снова обращайтесь, снова ли там компьютер накроется или что-то. Меня легко найти в интернете. Собственно, я очень часто, ну как часто, вот летом я не выступала, потому что к Марине Александровне было очень много, так сказать, людей приезжали, а вот осень, зима, весна, там меньше визитов, там она как раз может хорошо работать дистанционно. И вот такой вот замечательный бонус, который сам по себе тоже, что называется, немало стоит, а мы даем в подарок. Я понимаю, что в России очень много ценных людей, таких как врачи, как педагоги, у которых невелика заплата, да, и которым, ну, лично мне очень хочется помочь. Я говорю, Марина Александровна, у меня шкурный интерес пролечить всех вашими руками. Она очень смеется, говорит, ну давай. Давай, ищи, и давай, доставляю мне замечательных людей. Она будет с удовольствием работать именно с людьми, потому что вы человек хороший. В том плане, что не корости ради, она всё это делает, это ясно. Так, ну, что ещё? Я могу что ещё рассказать? Вот кое-какие, так, так. Так, 3-5 минут какие бесплатные? Для меня, Джамиля, я так понимаю, что если вы звоните по телефону, это платно. Так, где проводится индивидуальный сеанс, с Валерией, по телефону. Так. А, почему я её рекламирую? А я её не рекламирую. Я информирую о том, что есть такой человек. Насколько я поняла, здесь не все о ней знают. Так. Это мы показывали, а вот это мы не показывали. Значит, врачи были удивлены, создали консилиум, делали контрольный визит 5 раз. Это отзыв Игоря Соколовна, Челябинской, вы быт, 35 лет. Вот я обращаю, дорогие друзья, внимание на такую неприятность, как неприятность с предстательной железой. Очень многие мужчины это скрывают, стыдятся. Ну, это такая вот мимая, что называется, неправильная, что называется, стыдливость. Так вот, ситуация какова? Особенно в возрасте 50+, уже начинаются серьёзные проблемы. Их можно избежать. Главное, вовремя обратиться. Так вот, а это же бывает и у молодых людей. То есть вот очевидец рассказывает. Меня беспокоили боли внизу живота и болезненные лучи испускания. Поставили диагноз. Рак предстательной железы, стадия 1 В. Случайно узнала Марин. Я ей позвонила, она взяла меня на лечение. Операция шла больше часа. Во время операции ощущал сильное жжение. Через 2 месяца после операции сделал УЗИ. Врачи были удивлены. В составе консилиума. Делали контроль на ВЗИ 5 раз. Диагноз сняли. Свои руки Марине Александровне. А вот с простатитом у нас бывает, с аденомой простатой бывает много таких интересных случаев. Ну, я-то, конечно, опять же имею свой шкорный интерес пронесить все руками Марине Александровне. И вот кто-то обращается, и она так дистанционно говорит, ой, не возьми у него там большая опухоль и жёсткая. Я говорю, Марине Александровне, мы на биокоррекцию тоже можем взять. Она говорит, мы на биокоррекцию возьмем. Давай, говорит, нервную систему не полечим. Ну, всё, человек проплачивает, биокоррекцию получает. Причём биокоррекцию там несколько сеансов. А потом, значит, она смотрит, и он снова, слушай, а что ты, говорит, шишка стала мягче. Ну, давай, пусть приезжает. То есть я опять же обращаюсь к человеку. Вы знаете, вы можете сейчас попробовать прелик Марине Александровне. Но запущенные формы. Знаете, ну, все мы люди хорошие, да, и всем, что хочется жить, да, кто хочется жить. Запущенные формы вот сходу не увеличиваются. И вот мужчина, которому мы сначала попробовали сденить вот эту неприятность серьёзную именно с пристательной железой, через биокоррекцию, ему пришлось, по-моему, приезжать раза три. Обность, недалеко от Москвы, два часа, вот так, два часа электрички. Так, значит, спасибо, Леночка, за то, что вы сдали ссылочку на подарок. Так, господа, видеозаписи, выступление Марине Александровне непосредственно обладает тоже целительскими свойствами. То есть вот как её картины, так и её выступления. То есть трансляция, я пока её слушала, у меня так уже всё. Щелочки подогрелись, плечки подогрелись. Ещё хороший очень отзыв Умарова, Любовь, город Астрахань. Вот это всё я печатаю, значит, демонстрирую те отзывы, которые были в самом начале моих выступлений. То есть у меня не было отзывов других пациентов. И это люди, которые поверили мне на слово, и которые, собственно, поехали к Марине Александровне. И, так сказать, что называется, кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Шампанское у них было в ассортименте. Меня беспокоила слабость, недомогание и проблемы с кишечником. Узвела по Марине Александровне случайно, записалась на диагностику. По телефону Марина мне сразу сказала, что сможет помочь. Я быстро собралась и приехала. Мне прооперировали гномерную мастопатию. Видео мы сегодня видели. Во время операции непроизвольно шла цветовая гамма. Я была удивлена всем происходящим. Сейчас чувствую себя хорошо. Я даже не предполагала, что такое исцеление возможно. Моему сыну 31 год. Также была сделана операция на предстательной железе и убран полип в кишечнике. Он-то и убедил меня довериться чудесным рукам Марины Александровны. Убедительно прошу вас опубликовать мое письмо. Благодарю, что есть такой человек от Бога. Целую ее руки. Ну вот, с отзывами, наверное, достаточно. Ага, ну вот Леночка Капылова тоже один из первых пациентов. А лучшим результатом, я считаю, круглые глаза моего лечащего врача во время последнего обследования. Хочу поделиться с вами впечатления знакомства с Мариной Лукольевной. Услышала о ней на реберях. На ребинаре с большим интересом посмотрела выступление и записалась на диагностику. К моему великому удивлению, диагностика прошла прямо по телефону. Марина совершенно точно определила все мои проблемы, проблемы и заболевания. Сразу оговорили, в каких случаях сможет помочь, и я поехала к ней на лечение. У меня действительно божественная сила в руках. Она добрая и отзывчивая человека. А лучшими результатами, я считаю, круглые глаза моего лечащего врача во время последнего обследования. Ну вот все отмечают, значит, что добрая, мягкая, отзывчивая и так далее. Ребят, она добрая, мягкая, отзывчивая, но очень избирательная в общении. Очень избирательная. То есть доступ к телу, что называется, далеко не каждому. Поэтому вот такая система предложений ее услуг. Так, ребят, не может быть неактивно ссылка на подарок. Так, можно я проверю? На подарок. Так, это не подарок. Так, это сама ссылка на продукт. Подарок. Подарок. Так, господа, перезадите. У меня все ввезлось. Все вводится. Даже у меня, хотя, конечно, у модераторов, как правило, очень часто бывает, нет возможности. Ну и я резюмирую, что может, чем может Мария Александровна помочь. По телефону восстанавливает работу нервной системы, работы кровеносной системы и лимфатической системы. Убирает постстрессовые изменения в организме. То есть восстановление сна, восстановление памяти, восстановление работоспособности, восстановление иммунитета. По телефону диагностирует нарушение кровообращения в органах, нарушение работы органов в начальной стадии развития пухолей. При личной встрече лечит. Вот здесь вот. Заболевания сосудов только начальной стадии, господа. Вот серьезные уже заболевания сосудов. Здесь уже, что называется, поздно. Мастозы, маститы, мастопатия, миомы. Дорогие женщины, особенно после родов, особенно во время менопаузы. Вот обязательно, потому что эти подснежники мы списываем на возраст. А они, в принципе, в начальных стадиях легко удаляются. У вас состояние лет 15 плеч долой, и вы уже понимаете, что после пенсии жизнь только начинается. В моем случае было так. Значит, заболевания лейкозы, лимфопоэс, липомы, опухоли предстательной железы. Дорогие мужчины, после 50 лет жизнь только начинается, и сексуальная тоже, потому что опухоли предстательной железы лечатся. Ну и особое внимание обращаю на детские врожденные патологии суставов. Это варусные, варгустые, стопы у детей до одного года. Лечатся массажем без боли для пациентов. Ну и опухоли на ранних стадиях без ножевого удаления. Вы сегодня видели в видеозаписи. Особенно, вот я обращаю внимание, если у кого-то есть знакомые детки с такими врожденными патологиями до года, это надо будет приехать в Логинск где-то примерно дней на 5. И Мария Александровна будет делать где-то массажика по два или по одному, в зависимости от патологии. В течение недели все эти проблемы уберутся. Точно, точно говорю. Значит, еще раз внимательно. По факту оформления заказа, Мария Александровна определяет, насколько она сможет вам помочь в данный момент. Способы оплаты я вышлю на почту только после того, когда целитель увидит ваш заказ и пригласит на консультацию в лечебный сеанс. То есть тех, кого она на данный момент взять не может, я способы оплаты и не вышлю. Если она скажет, ага, этому почитать акрафис, этого на исповедь причастия, я вам ее рекомендации передам. Таких, как правило, бывает процентов 30. То есть если кому-то я это напишу, это не значит, что вы плохой. Это значит, что на данный момент ваше эмоциональное состояние не даст возможности целителю провести лечебный сеанс. Ну и я прошу ответить тех, кто не оформил заказ. Так, ссылка на подарок не получается. Так, Леночка, а там еще есть ссылка на подарок? Может, стой, получится. Ссылочку на подарок оператору «Будьте добры» партнерскую дайте, пожалуйста. Кстати, на сайте конференции под моей фотографией наверняка будет ссылка на подарок, ссылка на рекламную страницу с подарком, где можно будет зарегистрироваться и соответственно получить. Ну вот я тоже сейчас проверяла, и у меня все работает. Ссылочка на подарок и у меня работает. Я тоже проверяла. Господа, моих подарков на сайте конференции найдите, если, может, перезайдите тогда. И прошу ответить, что, вот по цифрам прямо, что препятствует оформлению заказа для тех, кто не заказал. Не актуально, надо переварить. Третий еще не поверил. Вот что одно из трех, да, вы бы выбрали, если вы еще не оформили заказ. Так, ну а сейчас, а сейчас вернисаж. Итак, господа, у нас ура-ура, еще есть время, поэтому я покажу. Ага, так, это я вернусь. Так, будьте добры, скажите, так, надо переварить. Ну вот, это, наверное, будет доминантный ответ. По всей вероятности, я говорю, с первого раза далеко не каждый в это поверит. И с первого раза далеко не каждый, что называется. Это надо переварить. Я согласна. Многие, у кого есть проблемы серьезные, А, отсутствие денег, Тамара, вот вы знаете, вот, ой, вот это вот не вопрос. Потому что 3 500 – это такие деньги, о которых просто, меньше которых мне, во-первых, на конференцию не платят, это раз. А во-вторых, это если, знаете, как говорится, есть три стадии, когда нет денег. Совсем нет денег. Ну, вообще нет денег, да. Ну, и вообще нет денег, надо менять доллары. Вот, как бы, три стадии. Поэтому это не вопрос. Нет денег, это значит, вам это не надо. Так, вот Амай еще и рисует. Вот это моя любимая картинка. Вот это моя любимая картинка. Так, следующее. А, долги, кредит. Ну, вы попали, Тамара, долги, кредит. Ну, я желаю вам успехов, благополучия, и возможности заказать непосредственно услуги Марины Сауны. Вот следующая картинка для стабилизации нервной системы. Это я подобрала как раз те картинки, которые стабилизируют нервную систему. для тех, кто заказывает диагностика будет перед лечебным сеансом, если вас пригласил на консультацию. Джимиля, вы понимаете, в этих случаях, когда человек берет ответственность за свое здоровье на себя, халява исключается. Так, вот такой красивый рисунок. Ребят, без музыки, потому что музыка всегда накладывает свою энергетику. Вот у кого какой рисуночек откликнется. Ну, в результате-то я, конечно, поставлю свой любимый. Так, это уже не то. Вот это динамично. А мы, наверное, выберем первый. Первый. Вот этот вот. Вот этот вот. И я сейчас попробую поставить. Я сейчас попробую поставить видеозапись лечебного сеанса. Так, секундочку. Немного технических хитростей. Так. Так, секунду. Еще не все не видно. Все-таки стараемся, чтобы видно было все. Что-то еще не видно. Так. 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 Итак, сеанс. Так, еще не забыла. Сейчас, секундочку. Что-то еще техника немножечко подводит. Спасибо. 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 Итак, дорогие друзья, завершая наше сегодня выступление, я могу отметить, что я уложилась как раз в указанное для меня время. Спасибо за обратную связь. Нина Чи, я ездила к Марине в Челябинской области, она брала несколько опухолей. Очень привет, ее очень благодарна. Ниночка, здравствуйте. И спасибо вам большое за отзыв в прямом эфире. Спасибо большое. Так, Нин, если вы еще не имеете видеозапись целительного сеанса, потому что я его установила, это, наверное, было после того, как вы ездили к Марине и Салме, то можете обратиться ко мне на почту, я его вам вышлю и вышлю альбам с записи и альбам с рисунками. Я помню, ваш... Я даже постараюсь, наверное, найти ваш... Нет, нет, все-таки напишите, у вас есть наверняка моя почта, и я как бы не перепутать. Видели, прочитали или услышала, выявили. Все, всего доброго, друзья. До свидания. Доброго здоровья. Ну, не знаю, где... Я такую информацию вам не давала, и сегодня, собственно, был лечебный сеанс. Вот, вот сейчас. А про диагностику, это как раз предложение. Предложение от Елены, моленные предложения, непосредственно от Елены Александровны Лукониной. Вот, это то, что вам сегодня предлагается. Сделать диагностику с лечебным сеансом. Вот это предложение, как раз если вы пройдете по ссылочке, вы его и будете, про него видеть будете информацию, что это дистанционно восстанавливается. Биоэнергетический баланс организма, стабильность нервной системы, методом лечебного сна. И дистанционно, контактно выявляет явным видением нарушение кровообращения в органах начальной стадии развития опухолей. Это то, что дистанционно, контактно лечит заболевания сосудов, кроме тромбофлебитов, варикозного расширения измен, опухоли, это безнаживое удаление, как вы видели сегодня в ролике, который Елена поставила, да, лечит метастазы, маститы, мастопатии, миомы, диффузный рак начальной стадии, лейкозы, липомы, опухоли, опухоли предстательной железы, онкологические заболевания в начальной стадии, в детские врожденные патологии суставов, варгусные и вальгусные стопы у детей до одного года лечатся методом японского массажа без боли для пациентов. Вот, и четко обозначено, что не лечится, не лечится сахарный диабет, психические заболевания, заболевания щитовидной железы, потому что, как Елена прокомментировала, да, мой вопрос, я тоже спросила, почему, потому что это достаточно серьезное заболевание, и этим методом уходит только на время, болезнь уходит на время, а потом возвращается, а Марина Санна работает сразу и с такими заболеваниями, которые на раз уходят, да, это не берется, болезни сердца, рак легких, опухоли головного мозга, после геморрой дальней химической, а после гормональной химической лучевой терапии не берет и запущенные формы заболеваний, в том числе сарком не лечит, а все остальные заболевания диагностируются и лечатся на ранней стадии. Если, например, у ваших родных, близких, знакомых есть какие-то проблемы по здоровью, которые вы сейчас услышали, понимаете, что вы можете помочь, передав эту информацию, то, пожалуйста, передавайте им информацию и пускай люди воспользуются этим предложением. Сейчас еще раз дам ссылочку, секунду. Ссылка на подарок. Девочки, наверное, просто, когда очень много людей сразу одновременно кликают по ссылкам, по вернее, по, ну да, на ссылочках вбивают данные, и там получается глюк. Вот, поэтому у меня все получилось. Елена перепроверила, у нее тоже получилось. Поэтому подождите немножечко, и когда они одновременно все это будут делать, вы сможете подписаться на подарок. Я сделаю сейчас это с легкостью. Да, вот, Татьяна, пожалуйста, ссылка. Вы можете пройти по ссылочке там на странице, очень яркой, красочной, информативной, и там написано, что и как. Посмотрите, пожалуйста, если у вас есть еще вопросы, пока Елена сейчас в чате, вы ей задайте, потому что моменты организационного характера я не смогу вам на эти вопросы ответить. Вот, что касается, как связаться, если у вас какие-то есть заболевания, которые вы хотите решить, но не услышали это сейчас от Елены, и не прочитали это на странице предложения, то сейчас вы можете написать это в чат, и Елена вам ответит. Еще раз повторюсь, это безоперационное, безоперационное лечение. То есть операции, но они безноживые, вы видели на сегодня в ролике, как это все делается, только руками, только энергией, только руками. И уходят моментально заболевания, уходят опухоли, и уходят проблемы, и сразу после лечения Марин Санны делаются УЗИ, и УЗИ не показывает абсолютно никаких последствий, никаких проблем, которые были до того. Еще раз напоминаю, что она единственный в России человек, который обладает этим даром. Вот, поэтому, если вы, она видит, она человек, человек рентген, она видит сразу все, ну вот как, как, видит, как на ВИНГЕ, видит, как на УЗИ, что, как происходит, она рассказывала в своем ролике, что она видит, как кровь течет, где проблема с сосудами, где проблема с каким органом, что происходит, и соответственно, вот в этом сеансе, который предлагается, как раз и происходит вот эта диагностика по телефону, по телефону, то есть она, вы звоните, она с вами общается, и она, ей достаточно при общении по телефону уже увидеть ваши проблемы, что, какие у вас нарушения в организме, и соответственно, лечение, дистанционное излечение, да, если касается это, если, конечно, не касается каких-то заболеваний, которые нужно решать именно контактно, да, то есть проводить операцию, удалять неприятности, да, заболевания онкологические, например, на начальной стадии, опухоли, амостопатию, тромбы, варикозное расширение вен, заболевания сосудов, и с детьми, она работает, с детьми у нее отдельная работа, она тоже сертифицирована, и очень хорошо помогает деткам. Вот, дорогие мои, если у вас нет больше вопросов по этому, да, по этому предложению, Татьяночка, дорогая моя, хороший вопрос, спасибо вам огромное, да, я пока рассказывала вам про предложение, не дала ссылочку, сейчас, секундочку, я вам дам, все, и как присоединиться в наш скайп-чат, и как получать рассылку на почту, вы можете зарегистрироваться на странице конференции, сейчас все этот чат, да, да, вот, пожалуйста, Татьяно, можете смотреть, либо присоединиться, первая ссылка, это в скайп-чат, либо вот последняя ссылочка, Puma 3777, это как раз, это как раз вы можете открыть страничку нашей конференции, красивую, и там нажать на кнопочку принять участие, и вам на почту, и на почте в письме будет подтверждение, вы подтвердите, кликните по ссылке, тоже подтвердите ваше намерение получать письма, и будете получать каждый день письма с анонсами, что у нас будет, и когда, и получать запись предыдущего дня, выступлений. Елена спрашивает, грыжа в животе, она лечит? Вопрос. Смотря какую, надо проконсультироваться, я прогружу, проконсультироваться, Елена, проконсультироваться, у кого проконсультироваться? То есть, приобрести вот этот вот пакет диагностика и лечения, или каким образом проконсультироваться? Еленочка, пожалуйста, я не поняла ваш ответ, да. Нужно, можно как-то заранее проконсультироваться, или как раз вот приобрести пакет, который, вы вернитесь в комнату, потому что так сложно общаться, буквально на минуточку вернитесь в комнату, проконсультироваться через заказ. Грыжа в животе, она лечит. Вообще, есть такие? Так, да, я сейчас скажу, проконсультироваться через заказ, да, только через заказ, потому что по-другому она как бы наложение звука, я слышу. Совершенно верно, совершенно верно. То есть, так опосредованно она никого концертировать не сможет. То есть, а, я вот, да, хотела, ну, в общем, да. В общем, вот такой ответ. Это все через заказ, и непосредственно вы связываетесь, вас сконтактирует с Карин Санной, и вы получаете у нее консультацию, она вам подробно все объясняет, что это, почему это в животе, и что с этим дальше делать, и может ли она в этом вам помочь. Если она может вам помочь, то тут же она вам и помогает, потому что это предложение, оно включает в себя не только консультирование, диагностику, но и излечение. Вот, дорогие мои, пишите тогда вопросики еще, если, если вопросов нет, дорогие мои, если у вас, мы сейчас будем переходить уже дальше, мы сейчас поблагодарим Елену Молину и поблагодарим ее, поаплодируем ей за то, что она выступила, но знаете, может быть, не вся информация была понятна, потому что в рамках, ну вот, ну, сами знаете, опять же, вот наши встречи по времени она ограничена, и всего рассказать, объяснить, достаточно сложно, вы знаете, да, поэтому не всегда все понятно, и правда, написали, что нужно это переварить, вы, я попрошу Елены ссылочки на ролики в Ютьюбе, и завтра, когда буду рассылать запись нашего выступления, там в записи не отражаются ролики Ютьюб, я попрошу Елены, чтобы она нам их предоставила, и вы сможете еще раз пересмотреть, переслушать запись и посмотреть ролик, еще раз беседу с Марин Санной и вот этот вот ролик, да, безнажевые операции, вот как это происходит, и возможно у вас тогда, если у вас будут вопросы, я всегда открыта для общения, сейчас я напишу вам данную ссылочку в чат, куда написать, если у вас есть вопросы, куда нам писать, с вашими вопросами и предложениями, я всегда отвечаю на ваши письма, либо я, либо вы можете писать нашему организатору Галине Проксорицев, вот пожалуйста мой скайп, ее скайп и моя электронная поста, милости просим, если у вас есть какие-то вопросы, предложения, отпишите, я вам поотвечаю. Елена, мы вас благодарим сердечно за ваше выступление, за то, что вы несете эту информацию людям, за то, что вы им рассказываете, что есть такие возможности не ложиться под скальпель, не ложиться под нож хирурга, потому что и сам, и как вы сказали, вернее, Марин в ролике сказала, что часто бывают неправильно поставленные диагнозы, врачи делают операцию, исходя из поставленного диагноза, но потом, когда оказывается, что разрезали человека, оказалось на поверку, что там совсем другая причина, как часто так получается, здесь очень важно сделать правильную диагностику и выявить то, что на самом деле происходит в организме, и во-первых, во-вторых, после наркоза немногие могут, у многих вообще проблемы с сердцем, они не могут делать, проводить эти операции, потому что ими делают наркоз, он им противопоказан с этим сложности, но и потом, извините меня, безнаживая, операция и то, что вы легли под нож и вас зашили, у вас период реабилитации, то есть такого рода вмешательства в ваш организм, это, ну, вот как бы небо и земля, это просто нужно сейчас понять, это очень неожиданно было, я вам сразу в начале нашей встречи сказала, что сегодня для вас будет информация очень неожиданная, интересная и возможно то, что вы никогда не слышали и не видели, вот, поэтому, пожалуйста, принимайте к сведению, это очень-очень ценно, это, это очень это, это то предложение, которое единственное в России, в СНГ, и я не знаю, есть ли такие специалисты в странах, там, например, в Европе, или в Африке, или в Америке, но вот у нас есть вот такой специалист, Елена Молина вам сегодня донесла эту информацию, Елена, я еще раз благодарю, благодарю, благодарю за то, что вы несете эту информацию людям, что вы ее распространяете, что люди узнают и люди могут благодаря этому пользоваться этим, а миссия Маринсан именно в этом и заключается, чтобы помогать людям, дать им этот дар, для того, чтобы она помогала людям именно вот таким образом. Это уникальный дар и уникальное предложение. Хорошо, дорогие мои, а мы с вами, Елена, тогда мы с вами прощаемся, у нас с вами в гостях, дорогие мои, еще одна Елена, у нас сегодня Еленин день, у нас три Елены сегодня, сейчас уже заждалась встречи, следующая наша гость, она тоже Елена, Елена Игнатова, тема будет ну вот Елена Молина немножечко об этом сегодня затрагивала про молитвы, когда приглашала в гости в Ярославль по светом местам с жемчужиного Золотого кольца России, что есть там очень красивые храмы, соборы, площади, очень красивый город, я там была и не один раз, я очень люблю его, на Волге, замечательная и красивейшая набережная, вот, но, да, Елена сегодня сказала, как раз тоже затронула про молитвы и сказала, что Елена сама тоже работая, она отсылает некоторых на очищение, да, на молитвы, вот, и поэтому вот так мы плавненько как бы переходим как раз вот к этой теме неожиданным образом у нас они сегодня перекликаются. Итак, у нас сегодня с вами в гостях мастер, ее зовут Елена Игнатова, в настоящее время она практикующий духовный психолог с 15-летним стажем, она специалист в области духовной жизни, психологии, межличностных отношений, она также профессиональный эксперт по развитию дара слова, навыков эффективного общения и ораторского мастерства, она создатель тренинг-центра школа «Дар жизни, дар слова». Со своими лекциями Елена Игнатова выступает на многочисленных международных конференциях, она участница более 8 передач на центральном телевидении, как эксперт, автор более 20 авторских тренингов и 270 статей и видео на сайте. Лекции и семинары Елены охватывают самую хрупкую сферу нашей жизни, духовное развитие и нашу личность. Она обладает незаурядным даром, отвечает на вопросе аудитории, всесторонне раскрывая листу. Елена предоставляет информацию с позиции мудрости духовного опыта, знания человечества очень доступным и современным языком, яркими примерами и жизнеутверждающим словом. А тема сегодняшнего ее выступления называется Энергетика молитвы. Сегодня мы будем говорить про ангелов, про молитвы, про что такое молитва и как инструмент развития души, наука о молитве, последние открытия. я еще не слышала про науку о молитве, сегодня буду вместе с вами узнавать. Виды молитвенных состояний в нашей жизни, что такое очиститель пространства с семьей и на работе, с чего начать молиться, Елена расскажет, и о молитвах, которые надо знать наизусть. Семь канонических молитв любой религии. Водороги моя очень интересная тема, очень духовная, очень возвышенная. Давайте поприветствуем Елену в чате, нарисуем свои восклицательные знаки, смайлики, сердечки, значочки, какие вам нравятся, звездочки, как вам удобно, как вам больше нравится. Давайте покажем что мы готовы встречать ее. Мы готовы слушать ее и готовы узнавать новое. Я думаю, что Елена сегодня будет рассказывать то, что многие из нас пока еще не знают. Подключайтесь, 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 дорогие. Марина, спасибо большое, это звездочки, огромное спасибо. Да, дорогие мои, подключайтесь, подключайтесь, Елена уже заходит в комнату, очень замечательно, и я удаляюсь и уступаю ей место. Хорошего вам времени провождения, дорогие мои, и новой информации. Здравствуйте, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, по 10-ти бальной шкале, насколько хорошо меня слышно. Жду ваших ответов, сейчас загружаю слайды. Отлично, я вижу десяточки. слайды. Отлично. Расслайд,